Добрый вечер, Ильич Вась! Добрый! Видно, как вас хорошо. Хорошо. Я, как бы, посмотрел, посмотрел ваши эти, ну, ролики-то, да, изменяли, как бы, наверное, за свою точку зрения, да, так, подождите, я не сказал сразу, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Ну, я не хочу выбирать первый раз, хотя бы против, можно так, чтобы вот это, как бы, познакомиться туда-сюда? Ну, знакомься, у нас же плохого ничего нету, мы говорим, никакой тайны нету. Правильно. Ну, нет, нет, вы, давайте так, потому что мы нужно, чтобы вы сказали, что вы не против, а если против, у нас разговора никакого не будет. Так вы специально для интернета делаете? Да, для интернета у нас все выставляется в интернет, потому что мы говорим о добром, люди ждут этих бесед. Мы вернулись, 4 месяца в деревне были, то люди ждут. Я заранее знаю, у нас ничего плохого не будет. Просто я как бы не общался так, чтобы меня выставлять куда-нибудь, да, что вот непрезентабельно, да, сказать, получается это все. Так, вы против или не против? Ну, в принципе, не против, товарищ. Хорошо. Так, я хотел сказать, что это у вас микрофон то ли далеко от вас, или как шевелится, то забивает, то далеко. Посмотрите. Ну, вот он на одном расстоянии. Здесь у меня камера. Эхо большое, эхо большое. Эхо какое-то большое. Да. Хорошо. По-другому не получится. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Ну, вот я хотел как бы издалека тогда начать, да. Ну, допустим, я пример, пример такое, образное сравнение привожу, да. То есть, когда рассуждаем о, ну, как бы, что является основанием для, ну, как бы, для рассуждения, так скажем, да. Ну, вот есть Библия, да, есть Святое Писание, ну, как, не Писание, правильно, предание царствов, да, церкви. То есть, как бы, на что, на что опираться, на рассуждение? На Слово Божие. На Слово Божие. Ну, на Слово, на Слово Божие. Но есть же еще предание, да, предание церкви, и как это вот правильно так сказать. И предание. Ну, как отвергать? Павел говорит, вы помните мое предание. А кто будет не по преданию, поступайте, имейте на замечании. Зачем бы он это говорил? Ну, в принципе, да. Ну, я вот хочу, как бы, свою позицию попытаться, по крайней мере, выразить, да. Вот я хочу пример со школы, допустим, привести, как мы обучаемся в школе, да. Вот для примера, скажем, математика. Вот есть алгебра, геометрия, да. Предположим, нас учат, вот мы находим там стороны прямоугольного треугольника, да. Вот у нас есть гипотенуза, катет и угол. Нужно найти другой катет. Для примера, да. Как вы это сделаете? Вот любой, кто в школе учился, он будет скажет так. Ну, там синус, допустим, угла такого-то, да. Открываешь таблицу и там смотришь. Я, допустим, говорю, а если точнее нужно, точнее расчеты сделать? То есть у вас в этой таблице, допустим, 9 знаков после запятой, а мне, допустим, 12 знаков. Ну, нужно другую таблицу найти взять, да. То вот эта школа научила. Дальше потом в институте, ну, в принципе, это не проясняет до конца. Каким образом получились вот эти данные, то есть каким образом человек додумался, так скажем, использовать вот эти цифры в таблице. Понятно, что эти цифры кто-то туда вписал. Кто-то их сделал много очень вычислений для разных там значений углов, для разных степеней прочности. И человек, который, условно говоря, обучился в школе, да, учился на основании вот этих истин, так скажем, да, каких-то там математических, алгебраических, он не всегда может, в случае, если у него, допустим, нет, нет достаточной, ну, скажем, например, перевод точности, да, в расчетах. То есть ему нужна, допустим, более точность, высшая точность. Он не сможет использовать данные, точнее, не данные, знания, которые ему даны в школе. А других знаний он не получал или там по каким-то причинам посчитал, что, ну, нет смысла получать. В школе же всего научили, да, я вот имею вот это, вот это, вот это делаю, да, там, синус угла рассчитывать. Вот, как пример, допустим, скажем, таблица вот этого синуса-косинуса, да, для расчета, это святоотеческое учение. То, что человек хочет выяснить, это, ну, как бы обучение вообще, не только в школе. А обучение в школе, вот так для сравнения, это, ну, как бы обучение в какой-то общине, да, ну, допустим, есть же православные всякие институты, там, курсы и прочее. То есть где преподается догмат, там, первое учение какое-то, ну, это не относится только к православному. Это вообще, я так воспринимаю, что какие-то там теологические школы, что-то в таком духе, да. То есть там же есть разные направления, течения всякие всевозможные, не прилагательные какой-то конфессии. Вот, и по-моему, ну, как бы есть, как бы опасность, пользуясь вот только, только, вот, ну, какой-то, как бы, как бы с нашей стороны. А в чём Ваш вопрос? В чём Ваш вопрос? Ну, я вот так, да, вот пытался свою точку зрения описать. Ну, то есть, я надеюсь, Вы меня поняли, да, что вот, что есть, есть, может возник вот некий конфликт. Вот, как бы, к чему, как на светофоре подъезжаем, допустим, да, есть знак, есть светофор. Чем пользоваться? Знаком или светофором? Нам правила говорят, что пользоваться вот светофором. А, предположим, у нас не было, не прописано это в правилах. Возникает вопрос, но, как бы, не ясно, то же самое здесь. Чем пользоваться? С этим писанием или преданием? Некоторые скажут, что, ну, не всё там, не всё можно понять, да, не каждый может понять. Поэтому нужно пользоваться преданием. Ну, а вопрос, как бы, я как-то... Ну, пускай вопроса нету, я Вам отвечу, как мне кажется, Вы что хотите сказать. Нужно быть в реальном мире. И помнить, что мы смертные. И будет суд. И на суде Божьем будем взвешены. Каждое слово будет на весах. От слов своих оправдается и осудится. Никакая математика, тригонометрия здесь не поможет. Верил ли ты в Сына Божие? Жил ли по Его заповедям? Евгений Берсе, французский проповедник времён Парижской коммуны, говорит, было собрание около двух тысяч человек. И был задан вопрос, вот как граф Монте-Кристо в одиночной камере вас сегодня арестовали. Какую бы книгу Вы взяли с собой одну, которую нельзя не обменять ничего, пожизненно, до самой смерти? Какую? Библию. Все две тысячи человек ответили Библию. Я сидел в камере, со мной сидели там во главе коммунистов директора рыбокомбината и преподаватель второй группы космонавтов. Нас назвали камерой академиков. Я им этот вопрос задал. Он подумал, какая-то книга такая математическая. Я говорю, сколько раз ты будешь считать её? Ну, я каждый день буду считать. Я говорю, через месяц тебе она уже не нужна будет. Другой что-то хотел пытаться, а потом махнул руку. Да я вообще книгу не взял. То есть он не гуманитарий. Библия. Я 55 лет считаю её и как будто первый раз открыл. Это закон, который для всех наций во все времена один не меняется. Законы Конституции в каждом государстве свои. А это один. Вот я сейчас говорю, в Китае один, в Японии христианин. Мы все одинаково мыслим. А 2000 лет какая-то Конституция, закон Божий вышел. Вот как надо рассуждать и в основу брать Слово Божие. Есть ли смысл это? Вот сейчас передо мной книга. Вот я её сейчас растопляю в печку разными книгами-то. Ну, Панфёров, Пётр. 750 тысяч экземпляров книга была. Ну, советская власть ещё была. Ни одного с кем я там считаю героя. Бруски. Это популярная книга была. Мы засчитывались ей. Теперь-то я уверовал, я знаю, это пустое всё. Никаких этих героев не было. Я переживал на пустоту. Его не было. Если я буду переживать Солженица, он был. А если он описывает Иван Денисович, его не было. И мне некому сопереживать-то. Я был вымышленным героем. Я был вымышленным героем. Вот так. Вот поэтому в основу берётся онлайн, как сегодня говорят. В реальном мире. Я, проповедник, должен сказать Слово Божие. Слово Божие. Ну, вы же понимаете тогда, что там, как бы, только на основе этой книги, да, невозможно всё доказать, так скажем, да. Нужно знать историю, нужно знать, ну, скажем, те же описания, там, талант какой-нибудь, да, там, град величиной с талантом, да, вот, там, пошёл град, ой, всё, конец цвета, да, с голубим на лицо, всё. Вот, там, событие сушилось такое. Правильно? Я говорю, нет, вот, слушай, талант это вот столько, да, вот у меня есть какие-то данные. Ну, вот, то есть, я с вами тут согласен, да, я не спорю по местному. Ну, а вопрос просто, вот, по вашим словам, да, вы, ну, интересовались другими направлениями. Скажите, пожалуйста, ладно, это, у вас время-то нету, тоже. Так, вы молитесь Богу? Ну, да, но я не такими, не такими молитвами, там, вот, ну, ну, отче наш, утреннее, вечернее молитвы, вы считаете? Нет, нет. Ну, вот видите как, поэтому опыта, опыта, опыта нету. Ну, хорошо, я, 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 я тогда по вопросу, да, у меня тут два, может, вопроса. Вот, как бы, первое, это, вот, вы говорили о, приводили пример, да, о фичи, я там написал, о богаче, это, как бы, к рассуждениям о аде, то есть, что с человеком происходит после смерти. То есть, каким образом, вот, вы, вы приводили для подтверждения, ну, своих, как бы, утверждений, так сказать. Так, я понял. Вы с адвентистами седьмого дня встречались? Не, вот, я, я, как бы, пытался общаться с ними, но общаться с ними очень тяжело. Ну, вот это, это, это их отрыжка, отрыжка их. Я, как прочитал, я понял, вы уже с ними где-то общались. Это их зараза. Я хочу сказать, что я к определенному, как бы, пониманию, к определенному пришел ко всему сам, да, то есть, я пришел и потом начал искать, как бы, вот, того, кто ближе ко мне, ко мне по рассуждению, да, я понял, что практически все это православная догмата. Но они, как бы, не полностью все для меня объясняют. Во-первых, они не все объясняют вообще, вы согласитесь с этим, что они, в принципе, не все объясняют, не все писание. Там-то много очень моментов необъяснимых, необъясненных. Вот. И те, те моменты, которые, ну, как бы, я, я думал лично, да, я понял, вот, после прочтения, да, вот, именно так, скажем, да, есть параллели с адвентистами. Но, опять же, я там, ну, очень с ноги не согласен с ними, да. То есть, я, я придерживаюсь, вот, православного догмата. У православных вечерняя молитва говорится, все, смерть предлежит. Смерть. Я, я около гроба стою, и поэтому мне зачем это все нужно-то, все эти углы и тригонометрия-то. Я перед Богом. Я сегодня могу внезапно погибнуть на дороге. Погибают и молодые, и старые. Я с чем предстану перед Богом? Куда я умом-то крутился? Нужно, говорит, одно. А нужно только одно. Знать заповеди и соблюдать. Жить для Бога. Быть движимым Духом Святым. Получить рождение свыше. Если этого нет, то ты напрасно жил. Ты пожалеешь, зачем вообще родился на этот свет. Надо бы народиться свыше. У вас вот эта вся мекина отойдет. Я многом размышлял, много занимался, пока они в руки не дали мне Библию. Мне было уже 23 года. Я только плачу. Как поздно я нашел тебя, Господи, хотя я с детства молился. Я не знал его. Я понял. Все остальное ничего не стоит. Павел апостол говорит, что для меня было преимуществом, то я пошел щитой и мусором, чтобы познать Христа. Я занимался в это время на семи языках. Я сразу себе связал книги и бросил в подпол. Осталась одна Библия. И я с Библией 55 лет иду. Ну понятно. Опять же, вы с тупыми руками к Библии подошли, правильно? Я все время занимаюсь. Вот я 45 лет начальник детского лагеря. Без помощи государства тысячу детей подняли. Зачем мне это нужно? Вот в государстве, сегодня говорят, на сегодняшний день более 20 тысяч поселений исчезло. Мы взяли землю и заново восстановили поселок. Получили статус. Государственная школа. Все верующие. Ни одного матерщинника, ни одного пьяницы, ни одного бритого нету. Вот я вам отвечаю. Фактически он не задан, я уже отвечаю на него. Ну тогда вот по поводу приемственности, да, то есть там рукоположение или как вот. Там же не может простой человек крестить? Не может. Вот. То есть, насколько я понял, что... При великой нужде, когда все везде разрушено, тогда может. Когда они ходят, зная, как произнести сакральные слова. Ну опять же, сакрального не должно быть ничего. Вот по-моему так же. Вы слышали такие названия? Деноминация конфессии. Их нету. Этими словами сатана прикрыл ересь. Есть церковь и есть ересь. Если вы церковь не знаете, вы в ересе находитесь. Вот это для себя возьмите толк. Потому что связи нету. Ну вот сакральное, да. Знать церковь сакральная. Сакральное значит скрытое, да. Что-то здесь там есть сокрытое. Какое-то невысказанное что-то. Тоже в действиях каких-то, да. Скажите, пожалуйста, а как вы на нас вышли-то? Я уже пытался объяснить филадельфию. Я просто рассуждал о филадельфии, как филадельфийская церковь. То есть... Адельфийская церковь? Филадельфийская. Филадельфийская. Книга откровения. А-а. Филадельфия. Ну-ну. Филадельфия, да. То есть... В общем и целом, какая церковь является, ну, как бы последней. То есть... Ну, если я сразу очень, как бы, приближенно рассуждать, то, что все отрекутся, присягнут, как бы, антихристу, да. Но есть, будет какой-то там остаток. Как бы... А церковь устоит какая-то. Сейчас куча динаминаций, которые говорят, что мы настоящего-то церковь остатков, как бы, антихристы себе называют, да. Я другие просто не знаю, как еще себя называют. Ну, можно и церковь называть. Вот. Вот. Кто-то говорит, что, скажем... Вот я почему приводил к примеру старобрядцы, да. Ну, старобрядцы и адвентисты – большая разница. Почему? Потому что старобрядцы, они не сами вышли и стали. Ну, я, допустим, считаю, что, как бы, арвентисты – это есть, как бы, направление такое, что они вышли и пошли своим путем, ну, словно говоря, да. А старобрядцы – это их так обозвали. То есть, они сами так себе не называли, они не уходили. Это на них устроили гонение. Это, как бы, истеричное, там, как бы, основная церковь, да. На них устроили гонение, обзывали там, гнали. Вот так все получилось. А вы о каких старобрядцах говорите – со священцем или без священства? Вот я говорю, в общем, вообще, как о явлении. То есть, вот как я статью не просто же так послал, да. Но я хочу прийти к тому, что старобрядцы, вы сами говорите, у нас нет правоприемственности какой-то. То есть, мы не можем, там, сами себя, как бы, назначать или, там, и поэтому крестить и прочее, да. Но, как вы сказали, они как-то там подтверждают, да, что в каких-то моментах они могут это сделать. При большой разрухе, там, или как-то, да. Просто я этого не знаю, на каких, что может быть для этого основания. Я, как вижу, вы тоже, как бы, находите для себя такое же основание, да. И разницы не должно быть никакой. Ее, как бы, не может быть. Ну, опять же, вы, как бы, отделяетесь, ну, как-то, не знаю, правильно так сказать, отделяетесь от РПЦ, так называемого, да. То есть, там, как-то, вот. Ну, ладно, это конца края, этому не будет нигде. Я никогда не спрашиваю человека семейное положение, а тут как-то напрашивается, вы с кем живете? С мамой. С мамой. С мамой, не женатой, да? Нет. Ну, вот, при этой философии вам ни с кем не ужиться. Ну, возможно. Ну, как вы считаете, что... Не надо это вам ничего, выкиньте все. Вы, если саробрядец, значит, вы должны быть со священством. Саробрядцы со священством, это белокринитская иерархия, новозыпковская, древле православная. А беспоповцы, которые... Их более 50 названий сегодня. И поморские, и кержаки, и голбежники, и дырники, и как-то каких нет только. Я из старобрядческой семьи. Мы с детства-то знали. Но без священства нет спасения? Нету. Как Иоанн Златоуст говорит, через эти священные руки подается нам спасение. Совершается литургия. Таинство. А у беспоповцев ничего этого нету. Иоанн Златоуст сказал что-то то, да? Но не подтверждаете это в Библии? Он толкует Библию. Почему и говорит апостол Павел. Одних поставил пророками, евангелистами и учителями. У сектантов-то нет учителей-то. У каждого сколько голов, столько умов. Тем более адвентисты подкаблучники. Баба начала их секту-то Елена Уайт. Ну, можно так сказать. Я их очень хорошо знаю. Я у них проповедовал. Да. А Вальтер Вайса слышали? Как? Вальтер Вайс. Вальтер Вайс. Вальтер Вайс. Вальтер одного где? В Эстонии? Ну, он немец, по-моему. Это падающий. Это сейчас Хейнебен, там все это делают. Харизматы. Это из этого горшка сыпет. Не, не. Вальтер Вайс сейчас. Можно написать вам? Вальтер. Не надо записывать. Я говорю, что в Эстонии было раньше. Вальтеровцы назывались. Он прикасается, они падают. А кому это нужно? Они Библии-то не считают. Он, он именно как бы как бы проповедник объясняет, да. Как? Где он находится? Та организация, в которой находится, как называется? Вот, ну, сейчас как-то там. Там непонятно. Ну, не надо. Тогда не надо говорить про них. Они не православные. Вот одна определенная. Нет, нет. Они не православные. Ну, они православные. Мне зачем эту муру собирать-то? Православное идет от апостольских времен-то. Не от Мартина Лютера. Христос говорит, я во все дни до скончания века с церковью. Во все дни. Если не было его с православными, значит, это был не Христос. Надо дальше рассуждать. А там обманщик был. Это не просто так. Понятно. Но просто вы вот так подходили, как бы, почему-то сколько течений появилось в православии, да, или как это сказать? Потому что каждый смотрит сам на себя и неразумно с собой сравнивает. Это правильно, это неправильно. И не хотят исполнять ни поста, ни креста. Вы крест носите? Да. Ну... Крест... Крест... Нательный крестик у вас есть? Да, да. Вот только с вас снимут, вас вообще тогда не найти. Ну, я просто, как бы, как это сказать, вот не в принципе, как человек просто. Причина понятна, да? Почему отделяется? В чем-то несогласном, как вы назвали, там, беспоповцы, дырники. Кого-то отзывали, кто-то сами себя так называл, да? Ну, есть в чем-то, в догматах, скажем... Догматы одни и те же. А вот нет, не те же, получается. Почему Никон реформал, да? Что-то же, что-то же не понравилось. Что-то же решили поменять. А вы видели раскол фильм? Да, вот. Достали. Они... А в вакуум, а в вакуум, протопоп, с Никоном бьются, библии вообще не трогают. Они богослужение, то, что приняли с Греции, и за основу они берут. То, что при князе Владимире, оно уже перепорчено было. Десятки раз. Ну, как бы, я... Немного неформально подхожу. Просто я более... Надо брать апостольские времена и сравнивать с ними. Туда смотреть надо. Да, но они евреи были. Правильно все. У них были свои правила. Какие они правила? Конкретно скажите, какие правила? Вы со старообляциями знакомы, а бреетесь... Зачем бреетесь-то? Зачем вы на женщину хотите походить? Нет. Вот это тоже... Вот каким образом? Я прочитал вашу, да, на сайте объяснение. Вот я, скажем так, да, объясните... Я почему? Я тоже так же отрастил бороду, да, там еще посчитал, что это нужно, ну, по примеру опять же, да. То есть я прочитал эти светоотеческие предания, да. Там кто-то, кто-то, кто-то объясняется, почему так делать, как не делать. Вот. Опять же там пострижение в монахе и прочее. Это как бы все вместе. Ну и так сделал, да. Сейчас просто не вижу в этом смысла. То есть нужно тогда посмотреть. Какое вольнодумство. Он не видел смысл. Да вы не обманывайте себя. Причина-то не в этом. Женщина для чего губы красит? Ну, я вот смотрю на так называемых православных. Они и волосы отращивают длинные, в косичку заплетают, и борода вот такая. И в чем смысл? Апостол Павел четко объяснил нам это. Я просто, к примеру, сказал. Дело-то не в бороде. Дело в том, что вот это вольнодумство, оно не дает сосредоточиться на главном. Как сегодня день прожили? Вот конкретно, вы сегодня работали руками? Нет. Нет. А мы каждый день с утра до вечера не просыхаем потные. Вот у нас уже большая разница. А тут доказывать не надо. Христос сказал, в поте лица будешь есть хлеб. Не работал, кто не хочет трудиться, тот не ешь. Вы зачем обедали-то сегодня-то? Ну? У вас, наверное, лишние килограммы есть на теле? Да. Какой рост и какой вес? Я вам скажу. Скажите, рост и вес. Давно не взвесил. Ну, мы от темы отходим. И смысл в том, что вот вы говорите вольнодумство. Опять же, на чем основано утверждение? На слове Божьем. На страхе Божьем. Чтобы не уклониться ни налево, ни направо. Вот это целая куча получается. Страх. Слово. Слово это Дима. Правильно или нет? Правильно. Слово Божье называется. Священное Писание. Вот. Тогда все, что как бы хочешь доказать кому-то, да. Опять же, тот же Иван Иоанн Златоуст, да. Он, ну, как бы должен подтвердить это, да. Или мне... А вы его считали, Анна Златоуста? Ну, я говорю, я брался читать. Не брался. А вот зайдите на наш сайт. Там 12 томов моим голосом насчитаны. Да, да. Это очень много. Я просто очень много, действительно, книг о житей Алахуума. Я даже все перечислять не буду. Я много чего прочитал, да. Но я в какой-то момент дохожу до того, что там уже уйдется ля-ля-ля-ля-ля. Нет доказательств. Ля-ля-ля. Они так делали, те так делали. Мы что-то так как-то... У кого? У Златоуста нет доказательств? Подождите. У Златоуста нет доказательств? Ну, я говорю, где-то нет. А где-то есть, да. Где-то есть. Весь мир его признает. Высший проповедник за две тысячи лет. А вы даете ему оценку не ту. Ну, почему должен быть весь мир для меня пример? Да. То есть, я опять же, почему школу привел в пример, да. Если я сам не понимаю, откуда это взято, я пытаюсь узнать. Но к Златоуста я не могу обратиться. Да. Вот кто-то что-то утверждает, говорит, вот так, так, так нужно делать. Тут в городу говорите. Да, хорошо. Почему? Потому что все старцы так делали, они лучше знали. Для меня это не объяснение. Он тогда не знает. Он так делает. А он не так объясняет. Вы на него не говорите. Он говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Это лучший толкователь Библии. Вы что говорите? Это к нему не относится. Вы мимо бьете-то. Не понял, маленький. Еще раз так скажу. Это Ян Златоуст. Каждое слово выверено Библией. В каждой проповедь до семидесяти выдержек из Библии берет. Каждое слово доказываю. Я не хочу Златоуста оспаривать. Я просто другое привел. Я не могу все утверждения доказать его через Писание. Поэтому я все на веру принять не могу. Но Павлов берете? Павлова? Апостола Павла? А, апостола? Да. Но это апостола. Они есть. Нет, вы берете с основания его или нет? Верите в это? Я его по Писанию только знаю. Правильно? А Писание – это Библия. Правильно? Правильно. Он есть в Библии. Все, что есть в Библии, я Богу беру за истину. И доказать можно только на этом основании. На основании Библии. Всех посланий, веяниях. Ну, скажите правильно. Христос был Богочеловеком? Был. Он был с бородой или нет? С бородой. А апостолы? Давайте. Один вопрос. Откуда? Я вам сказал… Нет. По-вашему теперь. Апостолы были с бородами или бритые? Адвентисты даже, у них основатели и те, и те с бородами. Баптисты там и Пашков – все с бородами. Зачем вы подражаете этому безумному, прелюбодейному миру? Не любите мир и не того, что в мире. Мне так удобнее просто. Вот это и есть. Мне так удобно. Кому это вам удобно так? Юбка разрезанная. Это так удобно. Ну, смотрите. Древние евреи умывались, обмазывались, умощались. Да? Я этого не делаю. Не делайте и не будете делать. Так. Вам это не нужно, что вы зашли. Зачем вы ко мне зашли, когда вы ничего не принимаете? Спорить не надо. Я вам сказал. Я материал вам любой скину. Ну, а вы делать не будете. Я надеялся, да, что вы настолько сведущи по вашим разговорам, да, по ролям. Видно, что вы на ходу можете привести цитаты из писания, да. Я могу привести, но мне нужно время, чтобы где-то найти, посмотреть, да, через тот же компьютер с поиском, там. Я могу написать это в сообщение. Я так же с адвентистами спорил. И мы доходили до того, что они не могут себя ничем посадить. Они в лучшем случае на ту же елену вайд могут. На вот там что-то там такое. Было же, все так делали, и поэтому так хорошо. Ну, извините, как бы так тоже нельзя так делать. Увы, получается, на Ивана Зукову, да. Ну, параллель же можно провести, но это фактически то же самое. Если, как бы, как это сказать, нет возможности, сил, или как, да, то есть, нужно большими знаниями обладать, чтобы что-то такое реальное доказать. Это тоже продобреется, да, чтобы однозначно в писании привести из писания примеры, и все это изложить качественно, чтобы это было понятно. Я сейчас вам скину после беседы, приклею файл о бороде. И вы просчитаете. Просчитайте, это немного. Это из моей книги к истинному православию. Будете исполнять... Я это все прочитал. Я это тоже самое могу сказать про Золотовую спальню. Точно так же, как вы пишете. Там в двух местах есть у вас только ссылка на... Ладно, сейчас закрывать не хочу. отсылка к писанию, да, и там говорится, что так, что, мол, вот где-то там монахи стригутся, да, и навыкся, и бороду стригут, а вы, чтобы на них похожим не быть, да, вот отращиваете вроде как бороду. Вы Псалтырь Давида признаете? Псалтырь Давида? Вот первый раз слышу, честно говоря. Вы Псалтырь Давида не знаете, да? Ну, Псалтырь, вот как звучание Псалтырь, нет. В Библии, посреди Библии, там есть такая книга, называется Псалтырь. Самая большая книга. Книга Песней. И вот Давид, Давид послал своих слуг, и над ними насмеялись. Обрили полбороды. И он их не запустил в город, они были очень обесчищены. Вот так укоротили, вот так укоротили. Обрили, обрили, вот так, половина, обрили. Написано? Половина вот так, это некрасиво. Да, именно вот так. Вот, у меня тоже можно сказать полбороды. Он не сказал, что это ничего не значит, что борода ничего не значит. Он их не запустил в Иерусалим. И они жили в городе проклятие Иерихоне. А когда дочь Иакова, мы читаем Библию, бытие, изнасиловали, говорит, она была обесчищена. А здесь очень обесчищены. То есть это хуже изнасилования. А вы ни за что это не ставите. А если вы в малом неверный, кто вам больше верит? И поэтому ваши мозги будут расплывчатые, раскиселенные, как медуза. Ну, наполовину обрили. Вот даже на середину выстрелят, да? Ну, сказал бы, обряйте вторую половину-то. А вторую половину-то обряйте, заходите, живите. Ну, дальше-то продлите разговор-то. Ну, не сказал это. Ждите, когда отрастет эта половина. Да. Ну, а мы идем в небесный Иерусалим. Мы идем в небесный Иерусалим. Что, с бритвами пойдешь туда? Так, Николай, давайте на этом закончим. Вам пока, я вижу, ничего не нужно. Когда нужно будет, действительно, вы будете слушать. Никакие доводы вам не нужны. Почему? А я сам себе хозяин. Вы своей жизнью сами управились. Человек не может сам собой управиться. Бог ему дает назначение. Кем быть? Сколько жить? От нас это не зависит, болеть будем или не болеть. Видите как? Вы, если бы слушали, я вам сказал сейчас. Давыд, псалмопевец, на которого Христос неоднократно ссылается, Христос в Евангелиях, он рассуждал не как вы. Он не запустил их в Иерусалим. Обриты были. Ждите, пока отрастет обритая сторона. И они были очень обесчечены. Очень обесчечены. Повторите. Обесчечены. Обесчечены. Очень обесчечены. Один дочь Якова изнасилована и была, только обесчечена. В Библии нет лишней буквы, а тут слово очень усиливающее. Они все обрезали, правильно? Они все теперь обрезали. Вы сейчас не надо это накручивать. Мы говорим только о бороде. Мы говорим не об обрезании. Я говорю, что все апостолы с бородами. Зачем вы бряетесь? По стихии мира, а не по Христу. Кто любит мир, в том нет любви Отче Ян говорит. Вы мирской человек-то. С сектантами там познались и что-то не согласны. Женоподобный, но возлежал на груди у Иисуса. Женоподобный. Я точно не помню, кто был. Его на картинах, опять же, на теле, может быть, не иконах. Может быть, на картинах, не на иконах. Он тоже, как женщина, без бороды изобразов. Кто? Кто? Кто из-за без бороды? Кто возлежал на груди у Иисуса в вечер? Иоанн. Он мальчишка, 16 лет было. Какая борода? Вот я не знал, что 16 лет он был. Хорошо. Это мальчишка. Юноша. У него бороды нету, конечно. Да зачем нам это пример искать, когда мы так знаем, что мужчине Бог дал красоту бороду, а женщине не дал. Если у женщины растет борода, мы понимаем, что это с гормонами не то. Так и у мужчины. Евнух. Кастрат кастрированный. Они без бороды. Капцы называются. Это мало, я так сказал. Мы об этом больше говорить не будем. Хорошо. Так, что вас удерживает от того, чтобы вам искренне верить в Бога и жить для Бога? Что это значит? Вы используете очень содержательные смыслом выражения, да? Многогранные. Многогранные. Что это значит? Что? Откуда это взять? Так сказать, я думаю, вот подлетите заповедь. Что делать? Вот есть закон для евреев, да? А что такое первая любовь, вы знаете? А в Откровении, апокалипсисе написано, имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Как может Бог иметь, если ты ее не имел? Никакого отношения к Христу? Правильно. Правильно. Нет. Правильно. Первая любовь, что означает? Ну, не буду, это как на экзамене получается. Видите как, а святенцы все истолковали. Нам не надо, сами-то мы не понимаем. Скажите, вот 24 глава Евангелия. Вот взяли первую любовь и все, вот что такое? Ладно, не знаете, не будем так говорить. Раз не знаете, не хотите знать. Вот написано, и увидите знамение Сына Человеческого на небе. Что это за знамение? 24 глава Евангелия от Матфея. Знамение. Что такое? Одним словом, изъясните. Знамение? Там написано, явится на небе знамение Сына Человеческого. Ну, как бы, как бы сказать так. Ну, вот вам никакие сектанты, еретики вам этого не скажут, они не знают. Ну, событие, которое говорит о пришествии на небе, знамение. А за знамением, следом, явится сам Христос. Сначала знамение, а потом Христос. Я спрашиваю, что это за знамение? Ну, прям, что это за знамение, я не знаю. Знамение, явление, да, там много всего описано в апокалипсисе. Николай, я вам объясняю, слушайте, это крест. Крест явится на небе. А откуда это взято? Да и так понятно. Это его знамение, вот смотрите. Затоусту может быть понятно, вам понятно, а мне так это просто не понятно. Смотрите, вот я на меня, глядите сейчас, сюда. Смотрите. Я что делаю? Я сейчас что сделал? Ну, по нашему перекрестились, да? Я сейчас что сделал? Ну, перекрестились на небе, да? Совершил крестное знамение. Крестное знамение называется. А теперь я поднял вот так руку, что оно означает? Хайль! Хайль зих! Теперь я поставил руку так. Что это означает? Теперь поставил так, что это означает? А теперь вот так, что означает? Ну это знаки руками. Вот не факт, что, оно знамение, действительно знамение, вот знамение рукой, знак рукой… Крест явится. Крест, крест. И этому три причины Почему на небе, почему крест Что это такое Вопрос это кому вы задаете Это уже занаряжено от Бога Я вам говорю Матфея 24 глава Считайте Ну хорошо Там сказано что упадет звезда Полынь Вот тоже знамение С неба упадет звезда Имя ей полынь Вы сейчас я что говорю Вы никуда не уходите Вот это чисто сектантский путь Он начинает крутить куда то отходить Зачем вам это надо Вот сейчас я вам сказал А вы сказали бы а где это Я вам четко ясно показываю Матфея 24 глава 30 стих Тогда явится Знамение сына человеческого На небе И тогда Я не кончил считать Николай Я читаю слово Божье Стих Вы перебиваете Это нехорошо Это не мои слова И тогда явится знамение Сына человеческого На небе Точка запятой И тогда Восплачиваются все племена земные И увидят Сына человеческого Грядущего На облаках небесных Силою и славою великою Все Что непонятно то тут Или мы принимаем Или не принимаем А что дальше А дальше то что И пошлет ангелов своих С трубою громогласною И соберут избранных его Четырех ветров От края небесы до края их А почему Да никаких почему Уже все занаряжено Вопросы Богу не задают Выполняют Крест откуда берется Вот сын человеческий Мне понятно Что это в принципе Внешне это человек Правильно Может быть человек Просто Вот увидели человека Нисходящего с неба С неба Как преображение Видели что лицо изменилось Что вознесен был В конце концов Да Вот прям на облаке Вознесен Это видели люди То же самое здесь Сошествие Вот прям будет видно Но вы что не верите Что так будет Как написано Я просто не верю Что в крест Явится И это будет знамение Вот в это нет Но не веришь в крест Но что он явится И восплащатся все народы Это да И увидят сына человеческого Грядущего на облаках Вот тут образно Ну в принципе Нет никакого образного нету Не надо На облаках Что на облаках небесных Написано на облаках С силой и славой великою Ну это дальше Сила и слава Понятно что Сила и слава А что такое сила и слава Гром и молния Все что хочет Может делать Так сказать А на что такое слава Силою и славой великою С какой это славой Как понять То что о нем знает Очень много людей То есть вы не знаете И не спрашиваете Соснову прежде Слава Что что Слово Вот слушайте внимательно Книга пророка Даниила Любимая у адвентистов 12 глава 2 стих И многие Спящих в прахе земли Пробудятся Одни для жизни вечной Другие на вечное Поругание Посрамление Верим мы в это Или не верим 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 А тогда давайте Даши проверим Как в новом завете Это выглядит А в новом завете Немножко Шире дается Матфея 25 глава Говорится О мудрых девах И не Не мудрых Не Ну это притя Когда же придет Сын человеческих Во славе своей 31 стих И святые ангелы С ним Тогда сядет На престоле Славы своей Опять славы И соберутся Перед ним Все народы И отделит Одних от других Как пастырь Отделяет овец От козлов И поставит Овец по правую Свою сторону А козлов По левую И что будет Ну накормили Напоили Тогда скажет Когда 46 стих И пойдут Все в муку Вечную А праведики В жизнь вечную А адвентисты Не признают Муху вечную Они не признают Они эти слова Это одно предложение А жизнь вечную Признают То есть Все умом своим Меряют С первого века Все святые отцы Именно так и понимали Муха вечная Не два дня Ну опять же Святые отцы Те Те Кого Православные Признают Святыми Отцами Православной Церкви Правильно Ну давайте Не будем признавать Пойдут В муку вечную Вы это верите Ну я поджиму Квартиру Вайсова Да Как бы А послав Знаете Не знаете Вот он говорит Накормили Накормили Напоили А если вы не работали Кого вы накормите Ну Вечная Значит Будет уничтожено Все Умрут Окончательно Первый раз Они умрут Чтобы Быть воскрешенными Да А второй раз Они умрут Все В муку вечную Вечную А если их Нет То кто будет мучиться Вот эта зараза Адвентистская Она в вас сидит уже И она вам не дает Правильно мыслить Жить где-то будут Мучиться Никак Это вот непонятно Нормальному человеку Это понять невозможно Явится крест И люди будут мучиться Вечно Вечно будут жить И вечно будут мучиться Не будут уже умирать А только мучиться Так написано Мы не будем Разбирать слово Вечно Но написано Вечно И мы по-другому Не можем считать А что означает Вечность Сложно Сложно Простому человеку Скажем так Ну В некотором смысле Все-таки Мало образованного Потому что Мы не жили В той культуре В еврейских Как они Образности Их Мы не знаем Я вам привел Пример Скажем так В тригонометрии Я до сих пор Не понял Вы помнили меня О чем я говорил Да для чего Я привел Пример Пример И математику Подход То же самое здесь Они говорят Вечно Может быть завтра Или там Десять секунд Да Факт то что Не будет Объяснение О том что Не будет Никогда Не будет Вот вечно Все Мука Ну Я Вот мое Мое Понимание Это психологическое А вы верите Что у человека Душа отдельно От тела существует И когда он умирает То душа отдельно От тела Тело похоронят Могут сжечь А душа отдельно Мыслящая Хорошо Ну не так я верю Воскрешается Да что Вот есть умерший человек Да он умер Вот могила Вот кости Воскресил Воскрес Он да Нет 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 кости Но он где то есть А вы говорите Что нет Нет этого промежуточного Он вроде как умер Да И где то он Где то в каком то месте Находится Плохом А потом Кто то хорошее Вы в это не верите Да Ну не так верю А у вас библия есть Возьмите в руки Я покажу Где написано Откройте библию Это так Что пример не скажет Открывайте Откровение Хорошо У вас сколько книг в библии Ну 60 Там с чем то Ну это обычный Синодальный перевод Синодальный Ну тогда у вас полная библия Откройте откровение 6 глава 9 стих Впрочем у вас возлюбленные Возлюбленные Мы надеемся И чтобы в лучшем состоянии Держите спасение Подождите Вы что считаете Какая глава Ошибся Кембрия Немножко ошиблись Пятая печать Еще два стиха Прочитайте Снова читайте И когда он снял Пятую печать Дальше Я увидел Я увидел Под жертвенник Душу Биен За слово Божие И за свидетельство Которое Они имели Ибо запили Громким голосом Говорят Да коли Владыка Святый И истинный Не судишь Не мсти Живущим На земле За кровь Наша И дальше Так ну и Что там Это тело Или душа Нет Вы никуда не уходите Давайте С конкретным По девятому стиху Вот конкретно Я говорю конкретно Когда мы говорим О притче Это как анекдот Это не значит Что там Вы объясняете Чью-то жизнь Я вчера ходил За хлебом Заплатил 20 рублей Прошел 20 метров Дошел до угла Там Киос Купил хлеб Ну души видел Души Николай Увидел души Убиенных За слово Божие Какая тут Трича-то Под жертвенником Под жертвенником А что такое Жертвенник Что такое Ну был В храме жертвенник Да У них Есть там Из камней Складывали Тоже жертвенник Сжигали животных Хорошо Ветхий завет Был тенью Будущих благ А что он обозначал В новом завете Какой жертвенник Видите как плохо Быть ним В православной церкви А вот Там написано Ягненок Ягненка приносили Это Христос Вы верите в это Вы верите в это Что Христос Здесь Агнес Причем на кресте Убийц был на кресте О А там на жертвеннике Так вот Ныне Жертвенник Это крест Наивысшая любовь Божия Нет больше той Любви Как то душу Положит за друзей А Христос Умер за нас Это его жертвенник Его положили на жертвенник На крест Прибили Принесли в жертву Что тут непонятно Тут ничего не надо толковать Крест Это жертвенник И под жертвенником Видел души И они Они знают Что на земле Еще они неотомщенные Не согласен Вот видите Ни одного места нет Которые согласны Мы говорим О том что жертвенник Стоит там Все Все Мне это не надо Давайте прощаться Вы не верите Полностью лишены веры Всего хорошего До свидания Так С Богом До свидания Отключайтесь По сатана Насмеялся На человека А я